Здравствуйте, друзья! Мы на новом месте и говорим о палатке. Продолжаем рассказ о палатках для профессионалов. В рамках моих представлений эта палатка прекрасно подойдет семье профессионалов, сложившейся в поле, а потом разросшейся до состояния, когда спиногрызы уже не дают спокойно жить вместе с ними в помещении. Если вы думаете, что это достаточно редкий вариант, давайте позовем сюда Гришу. Гриша, заходи. Ты жил в такой палатке? Жил. Ты жил в такой палатке? Да, я жил в такой палатке. А во сколько лет ты поехал в первый раз в экспедицию? В 8 месяцев. Вот так вот, 8 месяцев. И вот такая палатка была выбором для семьи. Но ты не с 8 месяцев жил в этой палатке? Нет. По старшему? Да. Ну ясно, спасибо. Да, вот такие у нас кадры. В инструкции написано, что эта палатка сделана для отдыха кемпингового. Ну и если вы себе можете позволить палатку для кемпингового отдыха за указанную сумму, я ссылочку приложу, то конечно да. А как правило, фирму Red Fox покупают люди, которые вкладываются в снаряжение или у них есть финансирование, или они могут вложиться, понимая, что им это нужно для жизни, для работы, что они проводят в поле, в экспедициях или в походах очень много времени. Ну, что касается походов, эта палатка конечно не для пеших походов, потому что она весит 8,5 килограммов. Но для такой палатки это совершенно нормальный вес. Назвать её кемпингами, ну рука, язык не поворачивается, рука не поднимается, потому что ну это действительно снаряжение классное и высокого уровня. Ну давайте сначала общий момент. Эта палатка сделана на основании четырёх дуг, две перекрещивающиеся, две составляющие дополнительные помещения. И эти дуги естественно из сплава. 7001 Т6 диаметр 11, то есть это качественное отличное снаряжение. Материал тента полиэстер с водопроницаемостью 7000 и материал дна полиэстер с водопроницаемостью 9000. Это очень интересная история, потому что обычно такие цифры на 9000, это выходит уже терпаулинг, он там считается полностью водонепроницаемым. И 9000 это как раз то давление, которое оказывает колено, если вы стоите в болоте и так хоба на коленом. Это как раз 9000 миллиметров. И обычно полиэстер или там нейлон, который укладывается на дно палатки, такого не выдерживает. А здесь всё ок. То есть я ещё раз говорю, это снаряжение высокого класса. Вот. Никакая мокрость ему не страшна. Размеры. У нас оказывается высота 190 в самом высоком месте и длина получается жилое отделение 170. 170 трехместные, чуть меньше 60 сантиметров на человека. Это средняя по палате, что называется, нормальная. И 200 миллиметровое пространство в центре, такой тамбур. Два входа с двух сторон, один из которых может поддерживаться дополнительными стойками и оттяжками. Если конструкции подобные в маленьких палатках смысла особо не имеют, то в больших более чем прекрасный козырёк. Так что для комфортного проживания четырёх человек в кемпинге или экспедиции это очень хороший выбор. Теперь системы вентиляции. Восемь окон со всех сторон. Специальные вентиляционные окошки. Большие вентиляционные окошки. И ещё снизу дополнительные вентиляционные окошки. Получается с каждой стороны два, четыре, пять, десять, даже больше, десять окон. И ещё для вентиляции по центру. Сверху наверху грибочек такой. Пойдёмте внутрь. Как я уже говорил два входа, каждый из которых может быть поставлен на дополнительные оттяжки, образуя помещение. Здесь уже мухи набрались какие-то. Но это в больших палатках всегда так. Давайте заглянем внутрь. Традиционно для хороших палаток дублирование. То есть сетка и дублируется тканью. Но внутри, хорошо видно, есть вставки сеточные. Раз, два, три, четыре по низу. Вот обратите внимание, сделана сплошная система вентиляции по низу. Дело в том, что в таких больших палатках жара действительно большая проблема днём. И это всегда очень сильно заморачивает. Здесь всё супер. Кармашки, крючки для фонариков, всё это в наличии. Сама внутренняя палатка вешается на внешнюю палатку, которая стоит на внешних же дугах. Это вполне современное хорошее решение. Крепление оттяжек сделано через дополнительные стропы. Назвать это полноценной штормовой системой я не возьмусь. Но, тем не менее, это уже хоть что-то. Не просто вплотную приделана оттяжка на треугольничек ткани, а через стропу. Это лучшее решение. Палатка Challenger House представляется мне очень удачным выбором для тех, кто много проводит времени на природе. Но доставляют его либо на собственной машине, либо на вертолёте, самолёте, вездеходе. Именно для таких людей Challenger House подходит очень неплохо. Внутри можно организовать столовую. Внутри можно организовать стол. Ставить не две палатки, а одну. Это будет уже такое вполне себе хорошее пространство для работы. Чертёжный стол, не знаю, там образцы проверять. Но при всём при этом и отдыхать в ней тоже можно. Просто сейчас там, ну не знаю, у Decathlon, например, есть палатки такого класса, я ссылочку приложу, которые примерно два-два с половиной раза дешевле. Но комфорт предоставят такой же, весят столько же. Для недалёких выездов будет достаточно. Если вы езжаете несколько раз в год на загород, то этого будет достаточно и декатлоновского варианта. А это, конечно, для тех, кто живёт долго. Я желаю всем жить долго. Это, конечно, для тех, кто по многу живёт за городом, в лесу, в походах и хочет организовать себе комфорт. Впрочем, как всегда, если финансы вам позволяют, пожалуйста, рекомендуем. Очень хорошая палатка. Вот такая история. До встречи в поле.